Здравствуйте, друзья! Продолжаем с вами читать заметки по гео-стратегии Андрея Юрьевича Школьникова. И сегодня у нас ничего интересного не происходит. Раздел «Текущее». Интервью Владимира Путина не является чем-то прорывным и интересным для внутрироссийской аудитории. Оно ориентировано на внешнюю, в первую очередь, американцев. Хорошо сделанное, мягкое, обволакивающее, в логике «мы с вами одной крови», создающее иллюзию малозначимости событий на бою в Украине. Возможность легко и без потери лица прекратить противостояние. Понятное дело, сонманы политиков и журналистов будут искать «скрытые» и «тайные» сигналы противоположного значения. Не будем тратить на них время. Смена главкома в Киеве интересна лишь отсутствием деятельного сопротивления и реакции со стороны общества и армии. Несмотря на феноменальный уровень доверия, здесь в кавычках, согласно традиционной социологии. Еще один признак сильнейшей и необратимой деградации ситуации – это система полностью перестала реагировать на внешние стимулы. Про военные перспективы рассуждать не будем. Теперь политическая целесообразность будет окончательно доминировать над военной наукой. Чем более бессмысленно сопротивление, тем больше ненависти. Многие уже перестали быть людьми, а бешеных зверей принято отстреливать. В то же время не нужно всех мести под одну гребенку. Слишком много у нас двойных стандартов по отношению к жителям Новороссии. Абсолютное большинство из них сделало свой выбор – быть русскими. Им нужно помогать адаптироваться, а не мешать в этом. Относительно выборов. Процедуры надо менять или соблюдать. Отсутствие откровенных скоморохов радует. Надоели принципы шоу-бизнеса вместо политической культуры. Во всем мире реальная власть за элитами. Одни и те же люди десятилетиями принимают решения. Но в одних странах они известны, а в других ставят вместо себя актеров и устраивают между ними бои. Владеющие логикой люди будут много лучше видеть подобный обман. Ну а по результатам сбора подписей теперь у власти есть списки прозападных и либеральных активистов и просто недовольных. И да, иногда маркер иноагент кажется слишком мягким. Хочется подобрать другие нецензурные слова. Такая статья. Спасибо, что дослушали до конца. Пишите ваши комментарии, ставьте лайк, если понравилось. Желаю вам всего хорошего. Спасибо.